Приветствую, Илья. Мне хотелось бы спросить у вас, в чем, в чем вам помочь, какой помощи вы хотели бы, ждали от психологов? Вот вы даже вопроса никакого не задаете в своем тексте. Просто ситуацию описываете, говорите, что боитесь. Боитесь одиночества. Боитесь обнастаса, боитесь будущего. Ну, понятно. Боитесь, хорошо. Понятно. А дальше что? Ну, я в том смысле, что, так, а делать что со всем этим будем? Какой ваш вопрос? Вы хотите все поменять, может быть, или вы хотите что-то изменить, или вы хотите гармонизировать отношения, или вы хотите в себе разобраться? Какой ваш вопрос? Потому что вы извините, конечно, вы извините, пожалуйста, но я вам сразу скажу, что в этой ситуации быть на вашей стороне, да, быть на вашей стороне в этой ситуации, ничего хорошего не даст, потому что то, что вы делали, это... Вот вообще хотелось бы разобраться, зачем вы делали то, что делали? Зачем вы взяли мужчину, который вам изначально не нравился? Почему вам ребенок так сильно был нужен? Чего вы от мужчины своего ожидали? То есть, вы ожидали, что он, что внезапно станет кем-то классным? Ну, вот, внезапно. Внезапно станет кем-то классным ваша машина. Так вы думали? Так вы ожидали? Или как? Итак, познакомилась с парнем из бедной семьи. Какое для вас имеет значение бедная или богатая или семья? Он мне совсем не нравился, но его отчаянные попытки понравились и меня жалили. Что это значит? Жалили. Вот вы слово такое использовали? Вроде бы понятно, а в то же время нет. Там стало его жалко? Вы начали к нему относиться в покровительстве, но... А может быть ситуация еще более глубже? Вы боялись, как бы... Вот он, как бывший муж от вас не ушел и решил выбрать такого человека, который... Был бы к вам привязан, который считал бы вам... Который бы считал себя вам обязанным. Так? Или как? Или как? Давайте этот момент постараемся прояснить. Опять же. Сам он был хороший в человеческих качествах. Надежный, трудолюбивый, верный. И что дальше? Мечтает ли это единственное основание для любви? Решила взять себе. Впишитесь вы. Или я ничего не хочу сказать, но... Вы говорите. Так? Как будто человек. Вещь. Вот. Понимаете вы или нет, что вы мужчину воспринимали как вещь. Как домашнее животное решило взять в себе, так про собаку говорят, так про кошку говорят, что решило взять в себе, но не про людей, про людей так не говорят, если их уважают, конечно же. Вот что-то мне подсказывало, что вы мужчину своего никогда не уважали, а уважение та самая история, которая необходима категорически для того, чтобы отношения складывались. Но когда человек говорит, так, что я решила взять, ну, это что угодно, только не, на мой взгляд, любовь. Это что угодно, только не уважение, точнее, потому что сказали уже, что любви, там не было любви. Вот. И так, что вы имеете в виду, говоря, решила взять в себе. Через месяц начали мы жить вместе в моей квартире. Почему так быстро? Учила и как кушать, и как одеваться, и как себя вести. И спросите, зачем? Залог отношений – это, безусловно, принятие партнера. Вам, если вы решили взять этого мужчину, вам его нужно было принять таким, как он есть. Чтобы он увидел, что вы его таким принимали. Тогда бы у него не было никаких проблем. Ну, относительно того, как себя вести с вами. А так, получается, он чувствует, что вы от него чего-то ждете. Он чувствует, что у вас есть какие-то к нему ожидания. Он эти ожидания реализует, например, и у него появляется ощущение уверенности в себе. Типа, вот, я такой, как ты, теперь ты мне должен. Теперь ты мне обязан. Правильно? Так ведь он себя ведет. Он, как бы, говорит, ну, сколько можно, я уже сделал и это, и это, и это, и это. Сколько можно. Вот, это сложно, в какой-то степени, это сложно. Понимаете? Понимаете? Такая вот история. Ну, по крайней мере, исходя из того, что я вижу. Дальше, еще через месяц предложила сделать ребенка. Вот раз поджимал. Простите, а вам ребенок зачем? Что, простите, такого важного в ребенке для вас, что вы сами предложили мужчине сделать его? Это важно. Это важно. Это очень важный момент. Парень дает после беременности показал себя хорошим, надежным спутником, другом, но сейчас у меня к нему так и не родилось. А должны были? Почему ли вы считали, что у вас со временем появится чувство к мужчине? Или вы думаете, думали, что себя будете любить? Ну, как бы вот через него. Вы же его слепили так, по своему образу и подобию получается. Любить, значит, вы должны были в себя в этом случае. То есть, опять же, не его. За полтора года начнется совместная жизнь, он очень изменился по-хорошо, стал уверенным, хорошо одевается. Я вот только не понял, в каком контексте вы об этом и говорите. То есть, это хорошо или плохо, что он изменился? Как вы к этому относитесь? Считаете ли вы, что это, ну, ваша заслуга или, может быть, вы считаете, что это, ну, должно быть вашей заслугой? То есть, я вот, честно сказать, как-то вот не понял этот момент, если честно. Совсем, совсем я не понял этот момент. То есть, вот, к чему вы это сказали, что человек изменился очень сильно? А как он мог не измениться, если вы приучили его к хорошему? По сути дела. Как он, как ему не измениться было? Если вы сами показали ему, как можно, научили его другой жизни. Конечно же, он изменился. Стал ли он лучше, как личность? Нет. Стал ли он чувствовать, что обязан вам? Нет. Хотели ли вы этого? Скорее всего, да. Вот и вся история. Так, эээ, я купила нам машину, говорите вы, за рулем которой только он. То есть, вы инициатор всех, ну вот, всего, что происходит в ваших отношениях. Вы инициатор. Но, живем мы на его мизерную зарплату, все мои сбережения закончились. И чья это ответственность? Что закончились все ваши сбережения? Как вы это допустили? Я постоянно плачу и страдаю от нехватки денег. Это жертва. Вы его вначале спасли, а теперь вы жертва. Изучите треугольник Карпмана. Так, постоянно сравниваю его со своим первым богатым мужем, который остается для меня идеалом во всем. Обратите внимание, вы называете мужа богатым. Опять же, вопрос, насколько для вас это важно. Во-вторых, вы говорите, что он идеал для вас во всем, но вы расстались почему-то. Так что, здесь момент. А новый муж меня только раздражает. Его колхоз иногда пробивающийся, его видженное вооружение на всякую мелочь вокруг, его недовольство своим заработком, но никакой попытки изменить работу. Он музыкант, любит свою работу, но длится на низкую запах. Ну вот, я опять-таки не вижу того, что вы видите в нем лично. Я не вижу, что вы в себе видите лично. Он меня совсем не привлекает как мужчина, потому что вы же сами его сделали. Вы же не можете сами себя привлекать. Ребенку уже один год, а я остаюсь с ним холодно. Опять же, вопрос, а должно быть по-другому? Не возбуждает ни одного прикосновения, а должно быть по-другому? Я убеждаюсь, что стоящие гормоны, но, кажется, нет. Это не гормоны. Внешне привлекают, секции не хочу. Правильно, Стас. Опять же, это ваш продукт. Это не сам человек. Сейчас раздражаемся друг на друга почти каждый день. От чего вы раздражаетесь? Конкретно вы от чего? Ого. Без мы. Друг другом недоволен, только он не высказывается, а я все говорю. Почему? Что говорите? Это требования, это обиды, это обвинения. Правильно? Не слово о своих чувствах. Десяток раз предложил развестись, так как мы друг друга тянем на дно. Он категорически против. Если вы боитесь остаться одна, зачем предлагают развестись? Вы таким образом свою ценность снижаете еще больше. Почему он против? Потому что знают, что Безлатвин опять опустится вниз. Хороших парней единицы. Но он и хороший парень. Только он от него, только он от него возбуждает. Значит, будет любовник рано или поздно. Вы этого хотите? Для своего ребенка вы этого же хотите? Вот тоже. Или как? Но любви нет. Будущие с этим парнем меня пугают. Потому что вы на себя не полагаетесь. Вы на себя не полагаетесь. У меня такое ощущение, что вы не опираетесь на себя. У меня такое ощущение, что вы не мыслите в своей жизни без других людей. Вот почему вы боитесь остаться одна? Вопрос, да? Какие у вас увлечения? Кто вы по профессии? Что у вас с реализованностью? Что у вас с гармонией внутри себя? Вот. Вот с этим нужно разбираться. И мы, конечно, поможем. Но нужно все подробно изучить. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо.